В 2015 году партнеры Руслан Истремский и Равшан Мусин купили земельный участок на окраине села Рогачево площадью 3,8 гектара. Эта земля в свое время принадлежала совхозу Рогачевский и использовалась в основном под выпас скота. Единственное напоминание о тех годах молочной фермы, расположенной по соседству. Каким-то чудом местным властям удалось сохранить категорию земель сельхозназначения. Руслан и Равшан никогда не имели отношения к сельскому хозяйству, но родственники намекнули, что можно попробовать выращивать цветочную рассаду для озеленения городов и ландшафтного дизайна. Весьма перспективное и востребованное направление. В интернете искали информацию, общались со специалистами, ездили по городам и нашли то, что искали. Направление выбрано по стечению обстоятельств. Просто подобралась команда. Есть хороший специалист, который занимается именно этим направлением, который нас, в принципе, к этому делу и подтолкнул. Мы долго сопротивлялись. Несколько лет не хотели этим заниматься. Но в конце концов специалист нас убедил, что интересно все-таки самим что-то делать, не только заниматься какими-то такими абстрактными вещами, а что-то делать своими руками, что-то полезное. Причем нам все-таки кажется, что это будет такой проект, который больше самостоятельности нам даст. Мы не будем зависеть от других каких-то поставщиков, от потребителей, конечно, будем зависеть, но больше будет самостоятельности. И это интересно делать все-таки самому что-то, а не заниматься, как вот, к сожалению, приходилось заниматься до этого, просто перепродажей чего-то. Просто чисто, может, даже какое-то моральное удовлетворение получить. При разработке проекта тепличного комплекса было решено вначале заняться инженерными коммуникациями. Предприниматели были удивлены, когда подали заявки через интернет на подключение к коммуникациям. Никаких проблем они не встретили. Сегодня заявки на получение электрической мощности 95 кВт и технических условий на подключение к газовой трубе находятся в стадии оформления. Внутри теплицы будет организована как, ну, она будет отсыпана песком, да, застелена геотекстилем. Туда заведена, как бы, для полива теплая вода, ну, горячая вода и холодная. Для смешивания это будет полив, обогреваться будет теплогенераторами. Как такового нам грунт в теплице не нужен, который вот основной. У нас будет это все в кассетах выращиваться, в пластиковых. Отдельно стоят цветочки, которые будут выставляться непосредственно вот на геотекстиль. В рамках бизнес-плана решено построить пять пленочных теплиц для выращивания рассады однолетних и многолетних цветов. Обратили внимание на конструкцию теплиц, которые производит компания Курск Промтеплица. Инженеры компании позаимствовали опыт европейских производителей и разработали собственные металлоконструкции. Каркас первой теплицы уже собран. Вторая теплица будет готова этой весной. В каждой теплице разместятся камеры проращивания и теплогенераторы. Так что выращивать рассаду можно будет круглый год. Руслан Истремский и Равшан Мусин начали сбор информации о компаниях и муниципалитетах, которые заинтересованы в покупке рассады для озеленения и ландшафта. Предприниматели надеются, что частным лицам тоже будет интересен их проект. Параллельно с поиском потенциальных клиентов идет активная подготовка к первому сезону. Весна не за горами.